А для меня по-нормальному работать это измерить точно результат, который они получили. Не клиенты должны выбирать тебя, а ты должен выбирать клиентов. Мечта моя продавать в образовании результаты, а не знания. Мне прилетало по башке от отца, он у меня главный в жизни цензор и критик. 32 миллиона долларов, черт с ними. Всем привет, программа Бизнес Хак. И сегодня в гостях Барри Алибасов-младший, Барри Алибасов-джюниор. Привет, я очень рада тебе здесь. Здравствуй, увелика, очень рада тебе прийти. Молодой, красивый, талантливый. Запускал 16 тысяч стартапов, участвовал в развитии университета Синергия, которая сегодня, на секундочку, является одним из самых крупных частных фузов. Разрабатывает бизнес-модели, мега-специалист по маркетингу. Барри, мне кажется, это столько регалий. Спасибо тебе большое. Я думаю, что слухами земля полнится. Я от тебя услышал столько интересных цифр. Очень хочется им соответствовать. Более того, одну из цифр я запомнила про мочу серьезно. Ты участвовал в разработке приложения Ел, дочки Авито. Я пошел работать в компанию Авито. В саму Авито меня не взяли, потому что я в интернете вообще не разбирался. Но так как я пришел на собеседование с очень прикольным вопросом, сколько вам денег платить в месяц для того, чтобы я мог у вас работать. Очень необычный был запрос. Меня поставили на должность директора по маркетингу дочерней компании Авито Ел. При этом у меня была возможность работать и развиваться в маркетинге с топовой интернет-командой, которая существовала на территории России, и при этом получить достаточно серьезную должность директора по маркетингу. За год наша команда смогла довести этот проект до 32 миллионов долларов. Это одна из моих... даже суть не в этом. 32 миллиона долларов, черт с ними, есть стартапы с большей капитализацией. Нам удалось вывести мобильное приложение Ел в топ бесплатных приложений App Store. Мы обогнали ВКонтакте, Фейсбук, Скайп и даже Angry Birds. На то время это был непобедимый конкурент. И вот ты представляешь, когда у тебя появился опыт введения такого маркетинга, что ты можешь бодаться с мизерным относительно бюджетом, с мастодонтами рынка, я вот в этот момент ощутил, что теперь уже что-то на самом деле могу. Сейчас существует уже серьезная маркетинговая платформа, своеобразная база, которую ты обучаешь в рамках своей консалтинговой компании. Как она, кстати, называется? Она называется ИДИ. Расшифровывается. Расшифровывается, опыт учит. Но вот здесь другой вопрос, почему ИДИ расшифровывается, как опыт учит. Постоянно, когда я совершал в жизни какие-то ошибки, мне прилетало по башке от отца. Он у меня главный в жизни цензор, критик. И главная фраза, которая ему нравится, это фраза «сынок, ничего, опыт учит». Как говорится на латыни, «experientia docit, сынок». И вот настолько сильно эта фраза запала, латинская «experientia docit», которая переводится как «опыт учит». Это легло в основу названия компании «Опыт учит», в переводе с латыни сокращенно «иди». Все, теперь стало точно понятно, куда такая аббревиатура. ИДИ, ИДИ, форум сейчас будем делать, ИДИ на ИДИ форум. Все очень понятно, все очень креативно, все очень в твоем стиле. Очень серьезная компания, на самом деле. Чем обучают в этой компании? Когда мы вводили компанию на рынок, я же как человек, который создал, как ты говоришь, несколько тысяч бизнес-моделей, должен был придумать какое-то конкурентное преимущество. Как выйти на рынок на коне, чтобы у нас было что-то, чем мы можем побить всех других конкурентов. Поэтому мы на старте решили сконцентрироваться на одном продукте, в котором будет закрыта ключевая боль, которую никто не закрывает. Я сейчас говорю именно про маркетинг. Дело в том, что маркетинг в нашей стране – это главная боль любого предпринимателя. Я тебе больше скажу маркетинг. Многие даже не знают, что это такое. Вот даже вкратце попрошу тебя объяснить. Согласен с тобой полностью. Даже когда я спрашиваю у владельцев бизнеса, у миллиардеров, у топ-менеджеров крупных компаний, так, объясни мне, пожалуйста, по крайней мере, в малом и среднем бизнесе, чем отличается маркетинг от продаж. Никто не может отдать толковый ответ. А сейчас очень просто. Задача маркетинга – формировать заявки. Задача продаж – конвертировать заявки в деньги. Но мне даже никто не может сказать. Все говорят, что маркетинг – это репутация, это еще что-то, еще что-то. У маркетинга очень простая вещь. Это комплекс бизнес-процессов, направленных на получение клиентских заявок. Все. Вот тебе и весь маркетинг. Поэтому, учитывая, что у нас в стране с маркетингом очень туго, миссия, наверное, зачем я пришел в этот мир, разобраться с малым и средним бизнесом, как минимум, в нашей стране. Мне хочется, чтобы он занимал достаточно весомую долю. Поэтому мы решили это сделать так, чтобы была какая-то программа, которая закрывает главную боль этого бизнеса. И главная боль, как мне кажется, сегодня – это маркетинг. Если брать с точки зрения обучения, что мы делаем такого, чему не учат нигде в другом месте. Меня всегда бесило, что моя образовательная компания торгует воздухом. Потому что знания – это, ну вот, вот ты пришел, поучился. Как ты оценишь тебе знания, принесли прибыль или не принесли? Я так, как дева по знаку зодиака, я вообще человек очень педантичный, очень четкий. У меня все всегда должно быть разложено по полочкам. Я всегда должен видеть точку входа, точку выхода. И мне все время бесило, что когда я учу людей, вот точка входа, они пришли ко мне на мастер-класс с проблемами, как я могу померить, вот, количественно, где тот результат, который я людям даю. Когда я его не нащупываю, мне прям тяжело. Я всегда мечтал создать образовательную программу, вообще какой-то образовательный продукт, покупая который, человек будет покупать не знания и обучения, а который будет покупать результат. Мечта моя продавать в образовании результаты, а не знания. Это главный, наверное, посыл. И мы поняли очень простую вещь, чтобы продавать результаты, а не знания, люди должны внедрять эти знания в практику прямо в процессе обучения. Поэтому мы решили сделать программу, она называется очень просто, банально, не как уже компания «Самаиди». Она начинается, называется максимально просто «Уверенный маркетинг». Программа «Уверенный маркетинг» идет 5 недель. И фишка этой программы, в отличие от всего остального маркетингового образования в нашей стране, заключается в том, что за 5 недель человек не учится маркетингу. Он учится, безусловно. Но главное, он создает рабочую маркетинговую модель в своей компании, которая приносит ему новые заявки уже в процессе обучения. А кто преподаватель в твоей маркетинговой программе? Ну я, я, я на данный момент… То есть ты лично непосредственно все 5 недель участвуешь в судьбах бизнесов твоих подопечных? Ну смотри как. Безусловно, я полностью сам контролирую весь этот процесс. Потому что мне искренне хочется, чтобы все эти огромные знания, которые у меня были за 10 лет в образовательном бизнесе, за год работы с авито, запустив вот эти 16 тысяч стартапов, там же знания это огромное количество. И мне очень хочется их положить в какую-то программу, которая бы давала результаты. Мне очень хочется их систематизировать. Кроме меня, этого никто не может сделать, потому что в башке та информация, которая у меня есть, ни у кого не собрана. Поэтому я, наверное, в будущем смогу обучить каких-то людей, которые будут всю эту программу вести. Но, по крайней мере, пока в этом году, именно в этом году, мы будем организовывать бизнес-процесс, где я непосредственно преподаю сам. Но, чтобы было понимание, что программа это не мои мастер-классы. Мой мастер-класс это первые два дня. Люди приезжают со всей России. Вот ближайший будет, сейчас состоится в ноябре, приезжают на два дня. Мы с ними проходим теорию. А дальше пять недель. Это не учеба. Это конкретная работа в их компаниях. То есть мы собираем небольшую группу. Группа у нас это всего лишь пять человек, чтобы ты понимала. Ну, пять бизнесов. То есть приезжают владелец компании и маркетолог. Потому что мы очень четко понимаем, чтобы был процесс внедрения сразу же, должен быть человек, который отвечает за стратегию, способен принять решение о софинансировании этого. О том, что да, окей, бежим туда. И руки исполнителя, который будет все это непосредственно в компании внедрять. Поэтому у нас на обучении 10 человек из пяти не конкурирующих друг с другом бизнесов, которые за пять недель, как там в каком-нибудь реалити-шоу, должны перетряхнуть весь свой бизнес так, чтобы его маркетинговая модель стала современной и рентабельной. И вот получается, люди приезжают на два дня, мы с ними проходим теорию, а дальше каждую неделю проходит работа над определенным блоком. Уже отчасти со мной, но в основном с нашими ребятами, которые делают маркетинг нашей компании. Потому что, опять же, я сам свои бизнесы веду точно так же, как и других учу. У меня в бизнесе все хорошо. Поэтому есть наши маркетологи, которые в свободное от работы в моем бизнесе время, помогают людям, которые учатся на программе «Уверенный маркетинг», внедряя все, чему я их научил. И вот там есть, если интересно, расскажу про эти пять блоков. Если груз... Нет, давай, интересно. Очень интересно. Во-первых, все начинается с теории. Как говорят чиновники, понятийный аппарат. Все должны прийти и понять, что маркетинг, а не маркетинг. Кто такие лиды? Что такое маркетинг? Чем отличается маркетинг от продаж? Что такое продуктовая платформа? Мы должны, как минимум, погрузиться в мир современного маркетинга и понимать, о чем будет идти речь в дальнейшем. Поэтому люди со всей страны приезжают на два дня, и мы с ними разбираем, что такое есть современный маркетинг. Дальше мы допускаем кого-то к самой программе. Программа состоит из пяти блоков, которые выполняются каждый в течение недели. Блок первый, они создали продукты. Блок второй, они должны их упаковать красиво, чтобы каждый продукт у него был, там, сайт, описание, скрипт для менеджера, продажа. То есть, вторая неделя, они должны его упаковать. Третья неделя, они должны создать рекламные материалы, ролики, аудиозаписи, посты для социальных сетей. Ну, то есть, грубо говоря, обеспечить свой упакованный продукт рекламным материалом. На четвертой неделе, она у нас самая прикольная, начинается уже продвижение. Мы с этим рекламным материалом начинаем делать разные рекламные кампании. По e-mail, в соцсетях, на ютубе. Иногда даже, в зависимости от разных бизнесов, используем не только интернет-инструменты. Но так или иначе, у людей за неделю уже появляются заявки. На четвертой неделе, они непосредственно работают, получают новых клиентов, и в шоке от того, что, вау, нифига себе, я не знал, что с ютуб ролика, можно привезти себе 100 клиентов за эту неделю. Это просто фурор. И пятая неделя, она у нас самая взрывная, не с точки зрения активности, а с точки зрения прозрения. Потому что мы начинаем считать. И за пять недель, главное, что понимают люди, что черт побери, оказывается, маркетинг, это не вбухал денег, и посмотрел, сколько денег вообще в целом пришло. Оказывается, каждое свое рекламное действие, можно конвертировать в рубль. Так и в нашей программе. По итогам программы ты можешь точно измерить результат, который дала тебе программа здесь и сейчас. За это нашу программу любят прежде всего. Программа-то не для всех. Для кого она в итоге? Потому что вот так стартаперу, у которого только начинается бизнес, явно не к тебе. Безусловно. Ему к нам, но на другую программу для стартаперов. Слушай, ты прям как в воду глядишь. Потому что одна из ключевых основ того, что я учу в маркетинге, что для того, чтобы у тебя в бизнесе все было с клиентами хорошо, не клиенты должны выбирать тебя, а ты должен выбирать клиентов. И вот это вот уже потолок, вышка в маркетинге, когда ты говоришь, окей, я готов работать с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Вы еще не доросли для того, чтобы покупать продукты моего бизнеса. Вот это вот прям наверное идеальная картинка, к которой мне самому хочется прийти. Но по крайней мере мы уже на этом пути находимся. Если мы говорим о программе уверенный маркетинг, надо пройти целое тестирование, после которого мы берем людей, которые соответствуют как минимум трем критериям. Если человек готов воспринимать информацию и меняться, если мы можем дать ему те знания, которых он еще не знает, но при этом он что-то в маркетинге да понимает на базовом уровне, и при этом я вижу, что это успешный человек и если даже он к нам не придет, то у него все равно будет в жизни все хорошо и с его бизнесом, то мы его приглашаем, потому что с нами на программе уверенный маркетинг он станет круче в разы быстрее, чем самостоятельно. Правильно я понимаю, существует тест, который может пройти любой желающий и уже на основе этого теста с ним связывается твой менеджер, один из твоих работников и точно говорит, расшифровывает и говорит, стоит ли прийти к тебе на программу маркетинг или в принципе и не стоит. и он не подходит каким-то образом. Где найти этот тест? Давай поставим этот тест в ссылку по данным видео. Поэтому, друзья мои, если вы смотрите это видео, найдите ссылку, по данным видео будет тест. Если вы его пройдете, его в целом полезно пройти, потому что вы поймете, что вообще с маркетингом происходит у вас в голове и у вашей компании. Тест очень классный. А самое главное, мы сможем, основываясь на этом тесте, принять решение. Можем ли мы что-то вам гарантировать и дать на программе «Уверенный маркетинг». Отдельная история про твой видеопродакшен узнать и про твою компанию, которая занимается профессиональным видео в интернет. Я думаю, что тема с видеопродакшеном это отдельная тема для разговора. Если ты меня еще к себе пригласишь, я к тебе с удовольствием приду. Я тебя обязательно приглашу, мы об этом пообщаемся. Сейчас, знаешь, в конце программы «Бизнес-хак» мы каждый раз обещаем какую-то вкусняшку от гостя. Что ты можешь подарить зрителю, который больше всех будет комментировать, будет самый активный под твоим видео, под нашим теперь уже видео. Что ты можешь ему подарить? Чем ты можешь так удивить? Ну вот смотри, программу «Уверенный маркетинг» я не подарю, потому что не факт, что он будет подходить. У меня, еще раз, очень жесткий подход к селекции клиентов. Хорошо, я тебя на нее тогда не раскручиваю. На мастер-класс программа, например, вот сама программа «Уверенный маркетинг» она стоит 172 тысяч рублей, а мастер-класс на старте стоит 45 тысяч рублей. Поэтому вот билет на мастер-класс, когда мы два дня разбираем теорию, тому человеку, который репостит на свою страничку ВКонтакте или в Фейсбуке данное видео, это маркетинг, дорогие друзья, это маркетинг, так сегодня делают. Я подарю, соответственно, билет на этот мастер-класс за 45 тысяч рублей. Либо, если он не сможет приехать и это будет школьник, девятиклассник, который собрал самое большое количество просмотров, ну, мало ли так случится, если это будет нецелевые ребята, он просто не сможет приехать в Москву, мы ему отправим мою книгу «Дьявол в деталях». Бестселлер, в котором собраны самые интересные кейсы про развитие бизнеса и смерть бизнеса, кстати, в том числе. Вот и договорились. Билет на следующий мастер-класс Баррия Лебасова. Если вы будете активными по данным видео, пишите комментарии, делайте репост, просите друзей ставить лайки именно на ваши комментарии под этим видео и вы окажетесь здесь, в Москве и узнаете очень много интересного про маркетинг. Но если не получится приехать, то книга, поверьте, она очень интересная. Я еще до знакомства с Баррию ее прочитала и могу ее рекомендовать. Спасибо, дорогие друзья. И все, все, кто посмотрит это видео, вне зависимости от того, есть у вас успешный бизнес или нет, пройдите тест по маркетингу. Если вы пройдете тест по маркетингу, вы как минимум разберетесь с тем, какие у вас есть предпосылки для того, чтобы быть великим бизнесменом или для того, чтобы свой существующий бизнес увеличить в разы. Он по ссылке под видео. Да, ссылка под данным видео. Валяйте, делайте, сделайте первый шаг. За один день не измените свою жизнь, но зато измените мысли. Можно я так красиво закончила? Валяйте, спасибо тебе огромное за то, что пригласила. Мне каждый раз к тебе приезжать в одно удовольствие. Я очень жду, когда ты меня пригласишь второй раз, для того, чтобы мы поговорили уже про видеомаркетинг. Потому что я чувствую определенную недосказанность сегодня. Да, все, давай, спасибо тебе большое. Пока. Спасибо тебе большое. Пока. Счастливо, дорогие друзья. До встречи в следующий раз в следующем выпуске «Бизнес-хака с Фиолетой». Пока.